Вы смотрите отзыв об отеле Малиса Вилла Свитц. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Мамка, который был в нем в 2011 году. Предыстория. Забронировали через Ивана Сусанина отель Sugar Palm Caron Beach, 21 февраля 2011 года, 25 февраля 2011 года. Номер Deluxe Pool Access. Цена за номер 139 долларов. Забронировано два номера на две семьи. Приехали в отель, а там толпы наши, кто ругаются, кто просто практически плачет, че таки. Оказывается номеров нет, предлагают отселить в другие отели или в номера другой категории. Первонаперво я поставила себе жирную двойку. Как я умудрилась забронировать своими руками пакетный отель, куда массово селят моих соотечественников. За мной раньше таких проколов не наблюдалось. Да и Сусанин раньше не подводил, за что платили там и жили. Ну ладно, сидим, наблюдаем. Люди соглашаются пожить в номерах более низкой категории, пока их номер не освободится. Один счастливчик буквально выхватил ключ, у людей, которые выписывались. Мистер там еще не убрали плевать, сам уберусь, и, радостный, при крышку сам поволок чемодан в номер. Укс, подошла наша очередь. Ой, а ваших номеров нет. Ой, да что, вы? А как же денежку еще месяц назад приняли и вовсе не сказали, что номеров нет. А может, вы согласитесь на прекрасный семейный номер из двух комнат, где вы будете замечательно отдыхать со своими друзьями. Интересно, где они его взяли? На их сайте я такого не видела. Не может. Мы, конечно, вместе приехали, но мы не одна семья. Глазками захлопали и убежали-прибежали. Ну может, поживете пока в другом номере. Может, но номер должен быть делюкс и с прямым выходом в бассейн. Глазками захлопали и убежали-прибежали. Мы можем предложить вам отель Малисса, он пять звезд и доплата никакой не нужна. Я позвонила в Иван Сусанин, там мне посоветовали не раздумывать, а не медленно соглашаться. Так мы попали в Малису. По идее, Дарена Муканев зубы не смотрит и весь отзыв должен быть ах. Вах, круто, блеск. Но это было бы не совсем честно по отношению к тем, кто реально выбирает Малису и платит за номер почти 300 долларов. Поэтому я попытаюсь подавить в себе щенячий восторг и очень постараюсь написать объективно. Отель. Территория отеля расположена немного в глубине от центральной улицы пляжа Ката. Сам отель представляет собой два ряда вилл, между которыми разбит неширокий парк. Рядом с ресепшен. Тренажерный зал и спа-салон. Честно говоря, снаружи виллы ничего интересного из себя не представляют. Коробочки какие-то. Заходим и попадаем как бы во дворик. Одна половина под крышей, другая под солнышком. На той части, где крыша находится полноценная кухня. В шкафчиках куча всякой посуды. Обеденный стол. В холодильнике приветственный тортик. Чуть подальше диван с кучей подушек. Рядом журнальный столик. На нем свечка и цветочная композиция, которую меняли ежедневно. В той части, которая под солнышком, бассейн. В бассейне можно включить подсветку. У бассейна стена водопада, струи, которого текут в бассейн. При желании его можно как включить, так и отключить. Еще в бассейне можно включить мощную струю воды, которая создает сильное течение. И тогда становится неважно, что размер бассейна невелик. Можно плыть хоть целый километр, варясь с течением. Вода в бассейне хлорированная. Я очень чувствительна к этому запаху. Так что для меня это минус. Рядом с бассейном стоят два солидных шезлонга с мягкими матрасами. Зайдя в наш дворик и увидев все это, я сказала на море пожалуй не пойду, с таким номером и море не нужно помнить. Как в том анекдоте баааа, да тут и море еще есть. Пройдя дворик, мы попадаем, собственно, в сам номер. В коридоре шкаф. В нем сейф, зонтики, фонарик, халаты, тапочки. И что еще умилила электрическая мухобойка. Но вы знаете, как теннисная ракетка. Там же туалетный столик, со всякими мыльнорыльными принадлежностями и феном. Проходим дальше. В номере большая спальня, с кроватью Pink Size. Каждый вечер на нее клали цветочки и открыточки. Самое интересное, что трещина над кроватью просто глазу не видна. То, что она есть, я увидела только на фото. Одна стена, это дополнительный выход во дворик. Другая стена полностью стеклянная, за которой личный мини-садик, где растут тропические растения. Через всю стеклянную стену тянется полка-стол. Напротив кровати большой плоский телевизор. Русский канал 1. При телевизоре, компьютер с выходом в интернет. Видик, диски с фильмами можно взять на ресепшн. Ванная комната большая. Умывальник мне не понравился. Дурацкая корыца. Деревянная. Такой не вымышь. Рассадник микробов. Доэкран, странная дизайнерская находка. Душ отдельный. На полочке керамические дозаторы с шампунью, кондиционером и гелем для душа. Джакузи. Стена рядом с джакузи стеклянная, с видом на мини-садик. Интересный пол в ванной комнате. Между плиты ложены морские камешки. Впрочем, очень душевно. Справедливости ради все же нужно сказать, что отель старый. Двери облупленные, со следами неоднократных взломов. Но я же обещала судить объективно. Отдельная тема это завтраки. С вечера нужно заполнить заказ, что именно ты желаешь есть и во сколько. Завтракать можно в ресторане. Один раз мы там поели. Но там так пашет кондиционер, что мы превратились в сосульки. В ресторане мы завтракали вообще одни. Все остальные гости предпочитали есть в своих норках. Ну что ж, мы не стали выделяться. Далее мы заказывали завтраки в номер. Утром, за 15 минут до выбранного времени, приходит повар и его помощник. Приходят чуть раньше для того, чтобы наш завтрак был именно к указанному времени на столе. Помощник накрывает стол белоснежной накрахмаленной скатертью и сервирует стол. А повар быстренько на нашей кухне готовит горячее. Хорошо это или плохо. С одной стороны, прикольно. Можно почувствовать себя буржуем. Весь такой вальяжный, в халате и тапочках вкушаешь чашку кофею в своем номере перед своим бассейном. Кстати, втоем мне нигде не удалось попить вкусного кофе. А я любитель, обстановка располагает к высоким беседам. Мадам, как вам спалось? Спасибо. Сэр, хреново. Комары кусали мое царское тело так. Мадам, в шкафчике есть эти крымухобойка, вы поохотились перед сном. И мне б тогда меньше досталось от них. Комары. В номере их хватает. Что за фигня? На улице нет, а в номере есть. Фумигатор в номере имеется, но комары, наверное, к нему давно адаптировались и плевать на него хотели. Про что это я? Ах, до завтраки, с одной стороны завтрак в номере, это хорошо. А с другой? Проще, когда завтрак в ресторане, к примеру, с 7 до 9. Хочу в 7 и приду, хочу в 9. Как получится, как простность. А тут точно в назначенное время. Дин-дон. Ваша мама пришла, завтрак принесла. Потом, ну откуда я знаю, что завтра захочу съесть на завтрак? Омлет или совсем наоборот национальный супчик с лапшой? Шведский стол в этом деле проще. Вот и сидишь минут 40, ломаешь себе голову. Однажды я налепила галочек, куда налепилась. Завтрак был царский. Кроме омлетов и яичницы, было еще 3 тарелки с разным рисом и 5 стаканов холодных коктейлей. Ну, наверное, хватит про отель. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!